Привет всей нашей белосиней семье. Отгремели все праздники, елки убраны и сегодня мы покажем вам то, что вы так хотели увидеть. Как наш основной состав начал подготовку к новому сезону. Будет интересно. Поехали! Прыгаем в автобус и мчим в манеж, а в дороге с молодыми футболистами обсуждаем свежую прессу. Саша Ксенофонтов, вот он с нами, как вы видите, он в динамовском автобусе. Автобус вроде бы не похож на команду энергетик ПГУ. Саня, ну ты с нами оставишься пока правильно. То есть ты готов нормально поработать, чтобы прописываться в основном. Ну что ты скажешь тем, кто до сих пор верит, что ты в энергетике? Это была утка. Вот так вот. Не верьте уткам, верьте только поверенной информацией. Все мы понимаем, что сейчас ситуация вокруг клуба напряженная, но мы еще раз напомним, что мы публикуем только официальную информацию и пишем только про свершившиеся факты. Здравствуйте, с возвращением. Привет, привет, с возвращением. Хо-хо-хо, с праздничком. Здорово. Здорово. Команда вышла из отпуска в минувший четверг. Провела несколько тренировок, медовследования и вот тесты. Ну рассказывай, как вам спрашиваю. Заново лубащится футболист белорус. Ты пишешь раз? Да, уже пишу. В отпуск? Семь дам. Мы еще в отпуске. Как это в отпуске? Уже команда тренируется 3 на 4. Для меня это радость, отдых, работа. То есть ты всегда в таком жестком опыте, что на сегодня после биктеста проеду, что ты скажешь? Хорошо. Сразу же за тебя. Сразу подхожу к этому реакцию. Мой пульс и под пульсом, что ты скажешь? Машина, конечно, до конца продержалась. Наконец, где? Наконец, ну не знаю. Вот, бегай. Пошли, Владимир. Пойдем, ребят, пошли сюда, подойдем. Перед началом традиционное построение. Поздравление с прошедшим днем рождения нашего спортивного директора, который, в свою очередь, поздравил Максима Плотникова, который в субботу женился. И это в 20 лет. Макс, поздравляйтесь с таким важным структуром. Слушай, вы 20 лет не рано ли? Ничего рано. 4 года вместе. И как бы ничего не поменялось в наших отношениях. Только штамп паспорта. Как бы появилась у меня новая жизненная мотивация, можно так сказать. И теперь в 7 дней. Новый стимул тренироваться. Как свадьба прошла? Свадьба прошла, все ровно прошло, без нарушений. Не, честно, да? Вообще. Тестирование – обязательная часть предсезонки. Футболисты сдают 4 теста. Скоростной – сперва на 10, а потом на 30 метров. Прыжковый и знаменитый бип-тест на выносливость. Пучинский, Ксенофонтов, Крайко, Аккуратник. Как ты стартанул, по тебе берется... Я отвечаю по вам. Просто очень быстро. А? Очень быстро просто. Такие терапии, я не могу готовить. Что, ну ты сегодня, наверное, тест на 10 метров бегал раз с 15. Для чего? Чтобы быстрее побежать. Нет, потому что не защитил, это просто очень быстро. Как Соня? Ну, как Соня. Тесты, как правило, проходят довольно весело и в атмосфере настоящего соперничества. Ну, а как же иначе? Ведь тут включается азарт. Все хотят показать лучшие цифры. Кто-то и вовсе просится взять еще одну, а то и две, три дополнительные попытки. Так, все. Пять. А дальше? Зоя, тут еще вторая попытка была. Мероприятие пропускали Роша и Фатайи. Зато к нам вернулся наш грузин. Как его моральное настроение перед этим испытанием? Все хорошо. Все хорошо, готов? Конечно, всегда готов. Как ты с тобой взял? Сам доволен сходом? Да, конечно, доволен. Учитывая то, что ты вернулся после вот этого всего своего... Да, после этого месяца, да, вчера первый раз тренировался, вот это второй день, что тренировался. Я доволен. Наволовский пропустил конец сезона из-за травмы, полученной в сборной. Но сейчас он полон сил и готов к бою. Да и результаты в манеже показал неплохие. Кстати, самый быстрый в команде – Дима Антелевский. Самый прыгучий – Макс Плотников. Давай, Игорь, давай! Хороший, Игорь! Игорь, давай, соберись, соберись! Кстати, о вратарях. Эти ребята – единственные в команде, кому разрешено не сдавать тест на выносливость. Вот уж повезло! Для вратаря, сколько вот важен, знаете, эти тесты хорошие? Для вратаря… Говори только правду, да. Ну, не знаю. Надо, конечно, показывать максимум, но это неопределяющее, наверное. Все-таки прыжок, прыжок, да, надо будет показывать. А сколько высоко прыгнули? 52,9. Все, кто у нас самый прыгущий в команде, вот за всю свою историю. А, за всю историю? Давно зашли эти тесты. Ай, тяжело, тяжело. Тяжело вспомнить. Все же как-то целое, может быть? Ну, на серый концовый, мне около методика своя прыжка. Он любил ее немножко по-своему прыжку, да? Да, да. Ну, так, все примерно в одном диапазоне. Кто-то чуть-чуть лучше, кто-то чуть хуже. Каждый год по разуму нету у нас такого всякого. Как вы в команде? В команде? Да, нормально, тренируемся, форму набираем. По чуть-чуть. По чуть-чуть. Ну, это настроение хорошее, что ребята все друг друга знают. А дальше посмотрим. А дальше посмотрим. В самом сложном этапе тестирования лучший результат показал молодой защитник Юрий Крайко. К слову, Юра и в том году был одним из лучших. Его опередил лишь Быков. Насколько тяжело этот вот тест, так сказать. Истекаешь потом, насколько это тяжко. Поведай нам, простой смертный. Да, нормально. Кого сколько сил, кого сколько эмоций и воли в победе. Просто сейчас только начало сезона, и эту работу проверяют. Кто как готов, кому в какую группу работать. Ну, это такое, типа, испытание для себя, для силы воли проверить хотелось. Как ты выдержишь? Да, но я еще раз повторю, что это только тест. И тут нехто мне ничего доказывать пока что. Потому что в полиции, да. Только в полиции, в полиции, они не понимают. Вопрос о главном тренере остается открытым. А пока команда спокойно продолжает работу в одноразовом режиме под руководством Артема Челядинского. В понедельник ребята переедут в стайки на недельный сбор, в конце которого запланирован контрольный спарринг. После команда планирует отправиться в Турцию. Ну, а более подробная информация будет появляться на наших официальных ресурсах. Оставайтесь с нами. Продолжение следует...